Да, добрый вечер всем. Ну, несмотря на то, что всех мало, но я понимаю, что последний доклад на сегодня, и надеюсь вас не сильно утомить. Спасибо, что пришли. В общем, я представляю вам доклад, который посвящен некому студенческому полуисследовательскому проекту, который мы сделали с Дмитрием Карташовым в Академическом университете в такой исследовательской лаборатории Parallels. Дима тоже здесь, он на самом деле 90% работы сделал, а я так просто слайд делал. Так что по технической части он сможет что-то более, может быть, разумное прокомментировать. Значит, несмотря на то, что здесь в заголовке написано что-то там про безопасность и так далее, доклад на самом деле будет посвящен, в общем-то, каким-то технологиям виртуализации, ну и в частности, ну, некоторому, скажем так, аспекту или аспектам, которые нас ждут, или ждут разработчиков, если они хотят переносить решения, ну, в частности, по защите информации и данных в облачной инфраструктуре. Но перед тем, как мы об этом более детально поговорим, хочется понаблюдать или обсудить с вами тренды, которые происходят. Вот сравнение. А, это не работает штука? Не работает. Ну, ладно, давайте сравним вот эти две кривые, известные всем от Gardner. Значит, что мы видим на 2012 год? Мы видим, что вот где-то тут, сейчас я найду, вот Cloud Security and Risk Standards, то есть где-то на самом начале возникновения. И вот это 2013 год, это уже, собственно, прошлый год. Здесь мы уже видим Cloud Security Frameworks, OAuth, Cloud Encryption Gateways и так далее. То есть мы уже, так сказать, за год сделали очень большой в ожиданиях своих скачок, ожидания защиты информации приложений в Cloud. Да, ну, с одной стороны, может показаться, а чего нам все это, ну, тут вот аналитические агентства и так далее. Ну, давайте посмотрим на статистику, что обычному пользователю доступно. Вот несколько, так сказать, выборок из интернета. Так ли уж мы защищены, пользуясь различными сервисами и так далее. Ну, вот, например, да, ну, все знают, да, недавно. Вот 5 миллионов гмейл, адресов, паролей куда-то утекли. Как так? Дальше. Ну, ладно, это люди вводят в свои пароли любимые во все подряд, используют один пароль об ВГД или соответствующие там его фамилии, дате рождения и так далее. Может быть, то же самое Яндекс. Опять же, человеческий фактор. Люди, они как бы, ну, домохозяйки, начинают работать с компьютерами и так далее. Однако, вот, девелоперы, да, Kernel.org в 2011 году был скомпрометирован, там, значит, кто-то стал модифицировать какие-то коды. Как же так происходит, что даже люди, которые профессионально занимаются разработкой, подвержены или создают такие ситуации ошибочные и страшные? Ну, давайте немножко разберемся с этим. Ну, во-первых, огромное количество кода, которые занимаются безопасностью, все там браузеры, различные клиенты, не знаю что, что HTTPS, клиенты, SSH, FTPS и так далее, они базируются все, ну, многие, огромное количество на коде OpenSSL библиотеки, которая настолько широко распространена, что, ну, вот, по прошлому году оценка такая, что, значит, количество портов этой библиотеки чуть ли не в 10 раз превосходит количество возможных систем, на которых можно запустить Linux. То есть это вот прям на порядок. Вот, значит, что она себя содержит в себе? Значит, это транспорт layer security, который, на самом деле, ну, последний способ защиты или обертки трафика в некий шифрованный канал. Это развитие socket security layer, ну, и криптофункции. Вот, я не буду углубляться в криптографию, это наука очень умная, правильная и так далее, но разговор не совсем об этом. Значит, во-первых, библиотека старая, проект, значит, в 98-м году. Ну, большое количество платформ, разрабатываемых, я уже сказал. Иногда встречаются ошибки, и ошибки очень древние. Вот, давайте проанализируем, да, вот, например, баг с энтропией, значит, был обнаружен в сентябре 2006-го года. В чем он состоял? Ну, вот, девелоперы разрабатывали там OpenSSL, разрабатывали, было прекрасно, потом напустили на код какой-то статический чекер, увидели, что вот указатель куда-то в стэк смотрит, просто в какой-то фарш, и используется дальше функция. Ну, поправили. Вот, в результате возникла такая ситуация, что генератор SSH-ключа стал генерировать только 32 тысячи возможных вариантов хэшей. Да, потому что этот указатель странный смотрел в тот мусор именно для того, чтобы увеличить энтропию. Вот, вот эта ошибка существовала, там, значит, что-то порядка, ну, полугода, что ли, распространилась на кучу там мобильных устройств и так далее. Вот так странно, да? Вот этот вот Heartbleed, да, который тоже недавно там совсем, а, ну, который, собственно, привел вот к этой там частично потере там пароля и так далее, вот эта ошибка была сделана в 2011 году, она найдена в 2014. То есть, как бы, человеческий фактор, он не только есть в, как бы, вот тех действиях, которые мы делаем, но и, собственно, в том софте, который мы пишем, на который мы полагаемся. Ну, в настоящий момент OpenSSL, ну, после вот обнаружения вот такой вот уязвимости, как-то образовался проект LibriSSL какой-то, который через какое-то время Google пытался объединить все активности по переписыванию этого кода, ну, или обновлению. Но вывод такой, что все равно, что бы мы ни делали, человеческий фактор есть человеческий фактор. Там ошиблись, там забыли, там ввели, там сказали, ой, а уже миллион паролей ушло куда-нибудь. Как с этим бороться? Ведь криптография наука хорошая. Для этого используют hardware security modules. Что это такое? Это вот отдельное физическое устройство, ну, ключ такой аппаратный, который на самом деле все sensitive data, все секретные данные содержит внутри и не предоставляет никаких интерфейсов для доступа к ним. То есть он предоставляет просто криптофункции. То есть то, что делает там OpenSSL или подобные библиотеки, он делает внутри и никакого способа там прочитать, значит, эти данные нет. Ну, более того, часть этих устройств, они еще детектят попытки какого-то там, значит, открытия, инспектирования и так далее. Вот. Ну, хорошо. Эти, конечно, устройства используются, они годятся нам, и мы можем посмотреть на такой вот… Да, чуть дальше я приведу примеры. Вот. И есть еще один класс, скажем так, стандартов. Я тороплюсь немного, поэтому немножко так скоро, можно потом вопросы будет задать. Значит, есть определенная стандартизация, стандартизация в этой области. Значит, ну вот самый такой ходовой, скажем так, на текущий момент стандарт, ПКЦС-11 или криптоки в простонародье, значит, это некая платформа независимой API для создания таких HSM, создания таких токенов. Да, то есть на самом деле любая там смарт-карта, любая вот штука такого рода, она, если поддерживает этот стандарт, то, собственно, она повышает безопасность существенно, потому что это как бы многофакторная генерация, ну или шифрование там что-то, то есть часть информации в голове, часть информации внутри этого ключа. Вот, собственно, на базе этой технологии строятся вот эти вот Hardware Security Modules. Ну, еще одна технология просто вводная для того, чтобы было понятно, я к ней потом вернусь. Значит, на самом деле Hardware Security Modules, они годятся для того, чтобы работать там с отдельными серверами, с отдельными компьютерами, но когда мы помещаем компьютеры и серверы и создаем облачную инфраструктуру, нам как-то, мы не используем реальные компьютеры, мы используем виртуальное окружение, контейнеры или виртуальные машины. Я к этому слайду вернусь, это определенный уровень, скажем так, ограничения возможностей, то есть такая песочница для запуска процессов. Вот, как эта песочница нам поможет, вот, собственно, мы рассмотрим в этом докладе, а сейчас попробуем попытаться сгенерировать решение для того, чтобы обеспечить защиту наших, ну или каких-то ресурсов в клауд, в дата-центре. Ну вот, значит, я немножко… Да, что у нас есть… Ну давайте так, я немножко по-другому построю доклад. Значит, что мы хотим? Мы хотим взять, и цель этого проекта взять аппаратные функции, которые выполняются обычными вот этими HSM, токенами безопасности, и реализовать их в контейнерах, полагая, что контейнеры достаточно надежная штука. Почему надежные, обсудим в конце. Вот, какие у нас есть альтернативы? Ну, здесь говорится, что контейнеры надежные, это гипотеза, не знаю точно. Значит, аппаратный HSM, в общем-то, хорошим интерфейсом обладает, выполняет свои функции, ну и вот идея такая. Значит, если бы мы начали использовать аппаратные, или вот доступные аналоги в кавычках, у нас здесь нарисованы, что мы имеем на рынке, почему мы вообще этим занялись? Ну вот, например, Amazon предлагает примерно там что-то 1300 per month за такой вот токен, который, в общем-то, ну как-то дороговато выглядит, если человек там просто поднял сайт у себя, да, ну или вот аппаратный такой модуль, ну, в общем-то, всем хорош, только цена у него, ну вот там я все боялся, что в слайд не влезет, вот там 900 тысяч, там 600 тысяч и так далее. То есть это решение действительно очень дорогие. Значит, теперь на самом деле есть какие-то реализации, попытки решения вот этой проблемы защиты, да, изоляции вот этих вычислений где-то вовне. Вот здесь приведены варианты решений, варианты каких-то продуктов, но у них есть вот такие вот недостатки. Значит, во-первых, не изолируется память, это значит, что возможно какие-то, ну, попытки доступа к sensitive data, во-вторых, часть из них имеет какой-то нестандартный API, то есть невозможно сделать что-то более-менее стандартным образом или потом подменить. Вот используется TCP и IP в качестве транспорта, что повышает, так сказать, возможность компрометации системы, ну и полновесные виртуальные машины, в общем-то, это тяжеловато для того, чтобы реализовывать такие решения. Ну вот, собственно, структура нашего решения, что мы придумали и сделали. Значит, мы взяли обычный контейнер OpenVZ, ну, на самом деле, можно любые было контейнеры брать, просто так сложилось, так звезды встали. Значит, и разделили логику работы вот этого HSM на следующие компоненты. Во-первых, один контейнер мы назвали Virtual HSM, то есть просто виртуальный HSM, не железный, а программный. Реализовали мы совершенно его точно так же, как реализован вот этот аппаратный ключ, то есть он хранит внутри себя какие-то sensitive data, он выполняет или соответствует тому интерфейсу, который обычно предоставляет HSM, ну и, собственно, вот не выпускает наружу никаких sensitive data, никаких паролей и так далее. Дальше есть специальный, ну, это хост машина, да. Значит, клиентские приложения или клиентские сервисы работают в своих окружениях, как это обычно бывает при хостинге, да, создается контейнер, там все устанавливается, вот, и вот этот вот сервер или Virtual HSM связан транспортом. В данном случае мы использовали Netlink для того, чтобы, собственно, обеспечить вот это взаимодействие между потребителями и клиентами этого HSM. Значит, ну, давайте я, так сказать, поскольку времени у нас не очень много, детали пропущу. То есть идея такая, что каждый контейнер должен содержать, ну, вот клиентскую библиотеку, которая знает, как с этим HSM работать через вот этот вот Netlink интерфейс. Собственно, есть внутри, в ядре какой-то диспетчер, который может разобраться с этими сообщениями и обеспечить взаимодействие с контейнером, который, собственно, является HSM. Отдельным интерфейсом является некий административный интерфейс, то есть мы не можем администрировать через клиентские контейнеры HSM для того, что, ну, понятно, по каким причинам, чтобы там не ходили никакие секретные данные, чтобы не было возможности компрометировать. Для пользователя или для приложения это может выглядеть тремя способами. Ну, тут слайд немножко устарел, немножко продвинулись в проекте. Значит, либо он может использовать тот же самый OpenSSL, который может полагаться либо на пользовательский engine, либо на VHSM API, который предоставляет транспорт. И, соответственно, клиентские приложения, ну, например, Apache, они не будут там замечать, что что-то внизу поменялось. Они просто будут, как обычно, генерировать хэши, пароли, подписывать какие-то сообщения и так далее. Ну, и вот этот транспорт будет транслировать эти сообщения через Netlink в Virtual HSM контейнер. Значит, хранилище, ну, стоит сказать, что хранилище просто является базой данных, в которой лежат ключи, но для, так сказать, может возникнуть вопрос, а что же делать, если, например, будет скомпрометирована хост-машина, да? То есть вот можно задать вопрос, ну как, это же все работает в одном компьютере, на одном компьютере, да, значит, все равно где-то хранятся sensitive data, значит, и значит, они могут быть скомпрометированы. Здесь ответ может быть таким. На самом деле само хранилище мы тоже можем защитить. Мы тоже, вот тут мы уже можем взять один аппарат на HSM, мы его можем использовать для того, чтобы подписать ключи, зашифровать и подписать ключи здесь, и тогда даже если будет скомпрометирована вся хост-машина, хотя это достаточно нереальная ситуация, поскольку хостеры, ну, как бы это достаточно проверенное решение с большим риюзом, вот, то есть мы можем, мы защищаем хранилище как бы отдельно. Да, администрирование в чем заключается? Администрирование заключается в том, что создаются ключи для, ну, каждого клиента. Вот, ну, я пропущу пару слайдов. Если интересно, можем потом, вот Дмитрий может их прокомментировать, как чуть похоже. Давайте про производительность. Значит, с производительностью все, ну, скажем так, неоднозначно. Дело вот в чем. Мы сравнили, значит, наше решение Virtual HSM с существующими какими-то, ну, вот нашли в обзорах, нашли в обзор, в котором даны такие характеристики, ну, и попали примерно в середину, что не так плохо, однако вот по количеству клиентов наблюдается очень сильное, ну, такое, скажем, ну, не сильное, но значительное, заметное проседание производительности. Здесь можно как бы чем оперировать? Во-первых, можно, мы всегда можем регулировать количество клиентов, конечных сидящих на конкретном HSM. То есть мы можем создавать вот эти виртуальные контейнеры, Virtual HSM, чуть ли не для каждого клиента, пожалуйста, нет вопросов. Контейнеры являются достаточно легковесными, более того, мы можем даже, в принципе, ну, скажем так, разделять адресное пространство сетевое, чтобы изолировать коммуникации каждого клиентского контейнера с Virtual HSM, а все остальное мы можем делать общим, то есть общую память там и так далее. Вот, ну, собственно, да, ну и в качестве обобщения или концовки, ну, вот мы опубликовали это решение на OpenVZ, в принципе, оно доступно, ну, OpenVZ.org Virtual HSM, можно пробовать, присылать там вопросы, баги, там туда-сюда. Это, я не хочу это как бы подавать как готовое решение, это все-таки больше proof of concept или вот такая альфа-версия, да, потому что, понятно, стоит работать над транспортом, стоит работать над перформансом, но вот можно уже этим заниматься. Я думаю, я на этом закончу, поскольку иначе конференция не закроется, а вопросы. А как защищается память, вот вы включаете, работаете в контейнере, а у нас же данные лежат в памяти аккоративные. Какие эти данные? Ключи. Эти ключи лежат в памяти контейнера другого. Вот она не присутствует аккоративная память. Конечно, конечно. А вот и потенциально, потенциально я их могу туда взять, они могут оказаться в свой, да? Ну, смотрите, здесь вопрос очень простой. Какая степень защиты для этого решения, да? Значит, эта степень защиты сравнима с защитой всей, как бы, хозсистемы. То есть, если вам удается скомпрометировать вот эту хозсистему, то есть, которая хостит все это дело, который создает контейнер, то вам удается, естественно, скомпрометировать вот эти часы. Более того, если вы используете, например, ну, скажем так, защищенное хранилище, то есть, вы подписываете ключи, шифруете ключи, которые лежат в HSM с помощью аппаратного HSM, который сейчас не лоткнули, то вы, как бы, ну, частично можете получить данные, ну, и все. Понятно, что хранилище защищено. Но вы не пробовали, там, например, развернули, там, вытащили ключи с хранилищей памяти, поработали, не знаю, когда затерли специально. То есть, это место именно за этим... Я понимаю, что это место, как вы понимаете, в чем дело? Ну, вот здесь, как бы, гипотеза какая вначале? Я считаю, что пользователь контейнера, да, он не имеет возможности модифицировать память, там, операционные системы, память других контейнеров, то есть, он не может практически аппаратно работать вне рамках своего, вот, адресного пространства. Вот, ну, как адресное пространство устроено. Он не может пойти в память, там, себе ГДТ поменять, или что-нибудь, ЛДТ, и через нее проходить. То есть, это дейспейс. Но у вас, ну, я понял, как, вы сильно надеетесь, что вот эти контейнеры, они... Мы не то, что сильно надеемся, мы не пытаемся сделать уровень защиты больше, чем этот. Ну, понятно. Ну, то есть, просто здесь, как бы, вопрос стоимости, да? То есть, если мы используем все время аппаратные часы, ну, они получаются дорогое решение просто. Часто людям хочется безопасности, ну, каким-то более дешевым способом. Так, вроде, кажется дешевле. Я понял, то есть, я потому, что вы эти проблемы понимаете, и сознательно от них... Да, да, да. То есть, это входит в вашу концепцию. То есть, это ограничение системы. Именно так. То есть, мы считаем, что систему, вот, сфот-машину сломать нельзя. Ну, то есть, вот, все. Спасибо. Спасибо, коллеги. Если вопросов больше нет, приглашаю всех на... Да, там, если у кого-то появится, можно написать письмо. Спасибо. Внимание голосовать за доклады конференции. Не заприте 6.30 в большом зале. Спасибо.